Здравствуйте, меня зовут Богдан, я эксперт сети магазинов Мир Охот. Сегодня мы поговорим о компании Sportwear Custom и их замечательной продукции на примере вот этих трех замечательных кораблей. Разберемся, в чем же это оружие так уникально и чем оно отличается от остального оружия на базе AR-платформы. Компания Sportwear Custom это российская компания, которая не так давно пришла на рынок и сразу же взорвала сегмент спортивного оружия. То оружие, которое они предлагают, оно сразу из коробки готово к соревнованиям высокого уровня. Каждая модель буквально напичкана разными особенностями, приспособлениями. Компания SWC специализируется на производстве спортивного высокоточного оружия. Все три представленных образца сконструированы на базе AR-платформы, но все три очень сильно отличаются от, собственно, своего прототипа. Сегодня мы будем рассматривать спортивный карабин в пистолетном калибре RCS и два карабина для высокоточной стрельбы. Это Titan и более короткая версия Bolt в 223 калибре. Вся продукция Sportwear Custom она буквально ручного производства. То есть все фрезеруется, все изготавливается и собирается в штучных, в очень мелкосерийных партиях. То есть буквально вы можете даже наблюдать на ствольной коробке карабину номер модели 350-я, например, или вот здесь вообще 15-я. Давайте пройдемся по общим чертам. Прежде всего это материалы. Это фрезерованный алюминий на ловере и на аппере, анодированный, разумеется. Очень толстый ствол с колоссальным ресурсом. То есть производитель обещает ресурс 80 тысяч выстрелов. Даже если вы заядлый спортсмен, то что вы это дело отстреляете и износите ствол до завершения гарантии, вероятность, сами понимаете, маленькая. Разумеется, у них у всех вывяженный ствол. Насколько это может быть возможно в случае с газоотводным механизмом? То есть ствол вывешен, цевьё вывешено, но единственная точка соприкосновения это вот как раз газоотводная трубка. Обвес на карабинах может стоять разный в зависимости от модели. И от Долджи, и от Фаба, и Армаконовские приклады. Но в целом все взаимозаменяемо и можно поставить даже любой свой, какой захотите. В всех карабинах в комплекте обязательно идут ДТК. Также в комплекте на каждый карабин идут прицельные приспособления. Это диоптеры, мушка. Они складные, хорошего качества, но не уверен, что вы будете ими пользоваться. Вы, скорее всего, поставите туда коллиматор или полноценную оптику. Они откидываются на пружиночках, на пружиночках уже и закрываются. Ну вот и все общие черты. А теперь давайте перейдем к частностям. Чем же они отличаются друг от друга и чем же каждая из них уникальна? Дополнительную информацию, а также информацию об актуальных ценах на данное оружие вы можете найти в ссылочке в описании к видеоролику, либо ссылочки в закрепленном комментарии. Начнем со спортивного карабина в пистолетном калибре RCS 201. Это карабин под калибр 9х19. Самый популярный, самый распространенный в этой дисциплине. Соответственно, карабин из коробки сразу подготовлен для участия в соревнованиях по практической стрельбе в категории карабин в пистолетном калибре. Первое, что бросается в глаза, это рукоятка взведения. Необычная, совершенно необычная для AR-системы. Зачем так сделано? На самом деле, это очень-очень удобное решение именно для спорта. Сейчас я покажу зачем. Представляете себе, у нас отстреливается магазин. После того, как магазин отстрелян, затвор становится на затворную задержку в таком положении. После того, как мы меняем магазин, вставляем новый, мы просто берем за цевьё привычным хватом. Это очень легким движением сбрасывает затворную задержку. То есть, не теряем ни секунды. Расширенная шахта магазина, причем расширена так значительно, и кнопка сброса магазина продублирована с двух сторон. Даже мне с моими короткими пальцами сбрасывать в магазин удобно. Как и у большинства карабинов, приклад данной модели складной. Трехпозиционный, облегченный, с очень мягкой пяткой. Если он по какой-то причине вам не нравится, конечно же, вы можете его выкрутить, накрутить сюда свой приклад. Рукоятка прорезиненная, очень цепкая, очень ухватистая. Рукоятка полая, получить доступ к внутренностям можно вот так вот, сняв крышку. Разбирается карабин очень просто. Получить доступ к внутренностям можем, просто сдвинув один пин. Все очень хорошо подогнано, нет никаких люфтов, нет никаких задиров. Представляете, вы можете делать это без какого-либо приспособления, просто вдавив пальцем и ногтем подковырнув. Все очень просто и очень хорошо подогнано друг к другу. Получив доступ к внутренностям, получаем, собственно, доступ к УСМ. УСМ с регулируемым усилием спуска. Самое главное, автоматика основана на свободном входе затвора. Затвор имеет очень интересную конструкцию. Несмотря на то, что аппер алюминиевый, тут внутри установлены две металлические направляющие, которые твердо запрессованы в патроник. И, значит, на затворе, соответственно, есть выборки под это дело, и он по ним ходит как по рельсам. Соответственно, нет люфта, нет, никуда он ничего не выбивает, не разбивает. Ресурс, таким образом, еще больше возрастает у оружия. Цевье и аппер забраны планкой. Соответственно, под любые прицельные приспособления можете это дело приспособить, соответственно. Магазины тоже непростые, необыкакие. Это пафгановские спортивные магазины. Ствол у данной модели 300 мм. Других вариаций ствола, длины ствола для этой модели не предусмотрено. Ну а теперь по увеличению калибра перейдем к следующей модели. Карабин болт в 223 калибре с длиной ствола 370 мм предназначен для высокоточной стрельбы. Карабин значительно потяжелее. Еще бы он уже рассчитан промежуточный патрон. Также у него видим ствол вывешенный, вывешенное цевье. Также планочка по всему цевью и стволе коробки по апперу. Тут мы видим стандартный досылатель аэрочный. Но на левой стороне видим дублирующую его рукоятку. Приклад такой же точно складной, такой же точно трехпозиционный. Магазин и кнопки сброса магазина, кнопка сброса затворной задержки продублирована с двух сторон. Также продублирована обе стороны стандартным образом, переводчик огня. В данном случае просто предохранитель. Посмотрим, что находится внутри. Посмотрим на затвор. Затвор у нас поворотный на семи боевых упорах. Здесь также регулируемый спуск, усилие спуска регулируются. Соответственно, вы под себя его выставите, какой вам удобно, более длинный или, может быть, более короткий. На ствол сразу установлен ДТК. При желании его также можно будет скрутить, поменять на свой. Ну и перейдем к последнему карабину. Этот карабин самый серьезный, в самом серьезном 308 калибре, с самым серьезным 570 стволом. Называется он соответствующий титан. Это оружие для высокоточной стрельбы. Этот карабин значительно тяжелее. В неснаряженном виде он приближается к 4 килограмм. Газблок регулируемый, то есть мы можем менять усилие хода поршня. То есть мы можем отрегулировать его под наш конкретный патрон, чтобы автоматика срабатывала наиболее лучшим образом. При этом энергия выстрела не терялась. Также внизу видим дополнительную планочку. Также мы видим, изменились планки, да, то есть это у нас скомбинировано. Вивер, Пикатинни. Стандартная рукоятка досылателя также продублирована при помощи рукоятки взведения на левой стороне. Кнопка сброса магазина здесь только на одной стороне. Приклад также точно складной, трехпозиционный, армотековский, очень удобный. В данной модели ДТК уже устанавливается не на резьбу, а зажимается на болты. Здесь мы также видим поворотный затвор на также 7 боевых упорах. Очень мощный, очень массивный затвор. Шахта магазина, как видите, тоже слегка расширена, конечно, не по-спортивному прям, но достаточно тоже удобно. Учитывая характер боеприпаса, учитывая длину ствола, да, и вообще как бы саму серьезность всего оружия, можно предполагать, что рассчитано оно прежде всего на высокоточников, да, и на какую-то профессиональную деятельность. Ну и как вы могли понять из этого видеоролика, оружие представленное здесь и от компании СФЦ. Оно достаточно узкоспециализировано, оно рассчитано на спорт, на высокоточную струю, на какое-то профессиональное применение. Это вряд ли оружие для всех, но это оружие очень-очень высокого качества, собрано вручную, подогнано вручную. Тут нет каких-то там люфтов, задиров, каких-то проблем с напилингом. Оно готово к применению сразу из коробки. То есть вы купили его, вы ничего не допиливаете, оно уже сразу великолепно работает. Еще раз напоминаю, что по ссылочке в описании видео, а также в закрепленном комментарии расположена ссылка на соответствующий раздел в нашем интернет-магазине, где вы можете увидеть и актуальные цены, и исполнение этого оружия различное, и самое главное, другие экземпляры, которые не вошли в видеоролик. Обязательно поставьте лайк на это видео, обязательно подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь, пока-пока!